Всем привет-привет, мои дорогие, любимые подписчики, гости моего канала. Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня, мои дорогие, будем делать расклад на тему, что ждет меня на следующей неделе. Сегодня воскресенье, впереди у нас новая неделя. И мы будем в трех вариантах сейчас смотреть на колоде Art Nouveau. Отличная, прекрасная колода, замечательная, очень красивая. Мы будем смотреть как раз те вопросы, о которых я сейчас сказала. Это энергетика недели вашей. И посмотрим, обязательно возьмем еще по карте, что лучше, чего лучше добавить и чего лучше убавить, для того, чтобы наиболее гармоничным образом складывались события вашей недели. И обязательно возьмем еще по подсказочке из ангельской колоды, для того, чтобы получить важное послание о каких-то очень важных моментах для каждого из вариантов. Выбирайте, пожалуйста, свой вариант. Зеленое, белое, синее сердечко. Выбирайте по цвету, либо по номеру, по цифре, которая вам нравится. И тот, кто постоянно раскладываемые смотрит, уже, наверное, свое сердечко точно знает. Пока подготавливаю колоду. Напоминаю, что все вопросы по обучению, по моему обучающему курсу, задавайте, пожалуйста, на WhatsApp. Пишите большими буквами слово обучение, и я обязательно с вами свяжусь и все вам расскажу. И огромное спасибо вам, мои дорогие, за ваши лайки, за ваши комментарии, теплейшие, прекрасные. За ваши донаты, которые я получаю ежедневно. Благодарю вас, мои дорогие. И, конечно, огромное спасибо моим спонсорам, кто спонсирует мой канал. Всем вам низкий поклон, и дай бог от Вселенной вам в миллионы раз больше. Каждому, кто любым из этих способов поддерживает мой канал. Итак, я надеюсь, вы определились. Давайте посмотрим общую энергетику. О, у нас Королева Чаш, общая энергетика недели для всех. Королева Чаш – это аркан эмоций, это аркан творчества, это аркан полета души. Это женская, очень мягкая, очень красивая энергетика. На этой неделе, скорее всего, все мы будем проявлять, возможно, в чем-то даже чрезмерную эмоциональность. Но также это сострадание, это какая-то сентиментальность. Кстати, по этому аркану, конечно, каким-то образом в нашей жизни для каждого из вариантов может отыграться некая женщина. Может быть, это вы сами, если вы королева кубков, либо асцендент у вас в водном знаке зодиака. Либо как-то может отыграться женщина в водном знаке зодиака. Либо не обязательно, это просто женщина мягкая, эмоциональная, такая добрая. Прощающая, каким-то образом может отыграться в энергии нашего дня. Теперь давайте посмотрим первый вариант. Второй и третий. Выбирайте, пожалуйста, свой вариант. Если вам нужно время для того, чтобы определиться, ставьте, пожалуйста, видео на паузу. А мы будем начинать. Итак, вариант номер один. Зеленое сердечко. Так, отличная неделя вам предстоит. Вы будете победителем на этом белом коне прекрасном. Если что-то задумали, надо начинать. Надо не беспокоиться о том, как это будет, как и что будет. Берите, так сказать, эти вот жезлы в руки и идите вперед. Как говорится, карты в руки, обстоятельства в ваших руках. Вы можете победить сейчас в любой ситуации, на любом поприще, в любой сфере вашей жизни вас ожидает успех. Имейте это, пожалуйста, в виду. И не пасуйте перед трудностями. Даже если вам будет казаться, что что-то не получается, либо вам лень что-то делать, либо не хочется бороться за свои права, за какие-то вот вещи важные, делайте это. К тому же это аркан действий вообще. То есть это будет активная неделя. И если вам захочется расслабиться и ничего не делать, и там лежать дома и жалеть себя, этого делать ни в коем случае нельзя. Здесь нужно действовать, потому что будете действовать, будете получать очень классные результаты от своей деятельности. Активная, яркая, мощная, отличная энергетика. Теперь давайте спросим... Да, кстати, еще хотела добавить. Для кого-то здесь отыграется так, что некий мужчина, новый партнер, может быть, предыдущий, но скорее это новый здесь, может ворваться в вашу жизнь и просто покорить ваше сердце. У кого-то даже так может быть по этому аркану. Чего лучше добавить, да, что лучше изменить, добавить чего. Ой, не так перевернула. И чего лучше убавить, чего избегать, да. Как интересно, у вас вышли два аркана, оба, причем это арканы семьи. И аркан императрица, и аркан четверка жезлов, стабильных отношений семьи. Но чего добавить? Уверенности в себе. Вам еще раз показывают. Помните о том, даже если вы мужчина, неважно, вы пола императрица, это очень сильная энергия уверенного в себе человека. Человека, который может брать бразды правления. Любыми сферами своей жизни везде добиваться успеха. Это прекрасный руководитель, управленец. Поэтому вы руководитель сейчас событий вашей жизни, вы управляющий, да. Вы императрица в своей жизни. Добавьте уверенности в себе. Это вам просто необходимо. Чего лучше убавить? А убавить, а чего избегать? Чего убавить, чего избегать? Рутины, ничего не делание. Выйти из зоны комфорта. Если вам хорошо дома, никуда не хочется выходить, хочется полежать на постели, как я вам сказала. Либо не хочется сдвигаться с места вообще, ничего не хочется делать. Думайте, ну вот как есть, так пусть и будет. Если вы стараетесь избежать перемен, это неправильная тактика. Потому что по первому варианту здесь необходимы действия, активность. И вас ждут прекрасные результаты этой самой вашей активной деятельности. Итак, второй вариант. Белое сердечко. Что ждет вас на следующей неделе? А здесь наоборот информация, знаете, какая. Здесь вам нужен отдых какой-то. У кого-то усталость накопилась. У кого-то, может быть, вынужденный какой-то будет отдых. Ну, кто-то там, не знаю, простыл, приболел. Такое может быть тоже. А кто-то просто почувствует, может чувствовать сейчас усталость и понимать, что ему нужно отдохнуть. Для кого-то этот аркан может отыграться еще и так, что вы, понимая, что нужно отдохнуть, вы так и сделаете. Вы, может, уже сейчас понимаете. Может, вы отпуск возьмете. Может быть, вы уже понимаете, что вам нужно остановиться, заняться собой, отдохнуть, поспать, помедитировать, почитать какие-то хорошие книги, позаниматься собой, своими какими-то интересами. Я бы по этому аркану сказала, товарищи, дорогие мои, господа, и прекрасные принцессы, и короли, и королевы, вам нужен отдых. Четко и ясно. Вот тут такая информация. И не доводите до того, чтобы этот отдых стал для вас вынужденным. Потому что часто, когда мы себя загоняем, понимаем, что нам отдохнуть нужно, а все пашем, 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 да, мы в итоге себя в этот аркан загоняем, вынужденно. Наше тело нас укладывает в такое положение, говорит, отдыхай. Так что просто примите это к сведению. Чего лучше добавить? Добавить к энергиям вашим, да? Чего лучше убавить? Меньше эмоций. Можете проявлять, не зря у нас вышла на дне колоды дама-королева кубков, можете быть слишком эмоциональны, эмоции порой вас могут перехлёстывать. По второму варианту я вижу, что у очень многих здесь идут какие-то проблемы с взаимоотношениями, с чувствами. Для кого-то это отыгрывается именно чрезмерной эмоциональностью, поэтому держите это, так сказать, в узде. Помните о том, что у вас вышел здесь аркан-дьявол, аркан-туз-мечей. То есть аркан-дьявол может вас сподвигать на какие-то глупости, на эмоциях. Вот тут чётко идёт информация, здесь даже не по их, так сказать, позициям, там, чего добавить, чего убавить. Здесь, в принципе, вам говорят, что на эмоциях можете сделать глупости, поэтому эмоции под узду берите хорошенечко, эмоции как-то свои трансформируйте во что-то позитивное, если вдруг они вас будут захлёстывать, там, сентименты какие-то у вас захлестнут, либо, в принципе, вам захочется с кем-то выяснить отношения, поступить как-то не совсем верно. Не действуйте на эмоциях. Вот здесь вот чётко и ясно вам идёт. Помните о том, что может быть какой-то перехлёст, не в ту сторону вас может занести. Вспомните о том, что вы сегодня увидели и услышали, сделайте так. Вот. Кстати, чего добавить, Арканзьява, он тут с тузом эмоций, с тузом кубков, вернее. Знаете, вы можете подбавить, так сказать, немножко огоньку в свою жизнь, каким образом. Если вам чего-то давно хотелось сделать, даже что-то хотелось сделать, даже порой безбашенное, да, что-то. Можете немножко даже на этой неделе потакать своим прихотям. Это не принесёт вам чего-то плохого. Но, в первую очередь, я вам уже сказала, помните об эмоциях и о том, чтобы не действовать под их влияние. Это второй вариант. Теперь третий вариант. Синенькое сердечко. Здравствуйте, мои троечки дорогие. Давайте смотреть, что у вас. Третий вариант. Синее сердечко. Паш Пентакли. Знаете как? Это, конечно, безусловно, материальная энергетика. Здесь вы можете вкладывать деньги, делать какие-то покупки, начинать какие-то новые дела, предприятия. Если ищете новую работу, хорошо, отлично, можете найти прекрасный вариант. Но Паш Пентакли – это ещё и ученик. Либо на каком-то месте работы, либо в какой-то сфере своей жизни вы чувствуете себя не совсем зрелым, не совсем уверенным, как бы учеником. Для многих это так и есть. Для многих здесь идёт такой момент, что вам настало время чему-то обучаться. Либо чтобы повысить свою квалификацию, либо стать мудрее вообще в жизни, либо заняться, обучаться чему-то новому. И это новое обязательно принесёт вам результат. Но тут нужно терпение, какие-то капиталовложения, и вы обязательно получите какие-то результаты. Также это аркан известий. На этой неделе вы можете получить какое-то известие. Для многих это долгожданное, важное известие какое-то, для очень многих связанное с деньгами. Ну и, конечно, по этому аркану очень часто бывает так, что отыгрываются дела какие-то детей, мальчика, девочки, юноши, девушки. Детство, юности, может быть, это ваши дети, может быть, какие-то молодые люди, но каким-то образом это может в вашей жизни иметь место быть. Чего лучше добавить? Вот эти, я стала вытягивать не так арканы. Чего лучше убавить? Это такая красивая рубашка. Мне всегда кажется, что это лицевая сторона. Чего лучше убавить? Добавьте больше душевной щедрости. И не только душевной, а даже материальной. В каком плане? Если кто-то вас попросит о помощи, попросит там как-то материально помочь, либо совет ваш попросит поговорить с вами, будьте щедрым, станьте этим самым меценатом, это будет для вас позитивно. Проявите щедрость, ну, по крайней мере, хотя бы какую-то душевную щедрость. Чего убавить? А убавить вам нужно чрезмерной самоуверенности, эгоизма. Вы должны понять, что где-то в чем-то вы видите себя как ребенок, порой даже и капризный ребенок. Поэтому постарайтесь эту энергетику все-таки немножко убавить, да, убрать какие-то свои чрезмерные амбиции и, ну, вот такой настрой эгоистичный. Теперь давайте возьмем по совету для каждого из вариантов из ангельской колоды посланий. Итак, первый вариант – зеленое сердечко. Время для созерцания. Проводите время в уединении, медитируя над тем, чего действительно желаете. Вот такой вам прилетел совет послания, первый вариант, очень важный для вас. Правильные настрои, медитации, аффирмации, скорее всего, для того, чтобы как можно быстрее и более полноценно добиваться своих целей в жизни. Второй вариант – белое сердечко. Обалдеть просто. Посмотрите, вы помните, какая у вас была энергетика, да, и вам пришел такой же совет? Вы проделали огромную работу, пора устроить передышку и немного вздремнуть. Вам четко сказали об этом арканы Таро, да, карты Таро, и вам идет такая же информация и из подсказочной колоды. Третий вариант – синее сердечко. Важно, чтобы вы думали только о том, чего желаете, а не о том, чего боитесь. Шикарный совет. Подумайте тоже об этом очень прицельно, очень серьезно, потому что наши мысли материальны. Нужно думать только о том, что вы действительно хотите притянуть в свою жизнь, не думать о том, чего вы боитесь и чего вы не хотите. Вот такой получился расклад. Спасибо вам большое за то, что досмотрели до конца. Надеюсь, было интересно. Вы получили какую-то очень полезную информацию для себя, информацию для размышления. Если было интересно, да и в любом случае, я вам очень буду благодарна за пальчик вверх, за теплый комментарий под моим видео. Если еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую, люблю, желаю всем только самых прекрасных, ясных, светлых энергий каждого дня вашей драгоценной жизни. И помните, что мы строим нашу жизнь самостоятельно и наша реальность зависит только от нас, от наших позитивных мыслей и действий. Всех вам благ, мои дорогие, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока. До следующего расклада.